Добрый день. Начинаем наш еженедельный брифинг с графика министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова. 22 июня состоятся переговоры главы российского внешнеполитического ведомства с председателем Совета Министров, министром иностранных дел государства Катар. Он посетит Москву с рабочим визитом. Министры подробно обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития многоплановых российско-катарских отношений, состоятся обстоятельными мнениями по актуальным аспектам международной и региональной повестки дня, включая рассмотрение ситуации в Афганистане, Сирии, Ливии, Судане и арабо-израильскому регулированию. Отдельное внимание запланировано уделить перспективам долгосрочной устойчивой стабилизации обстановки в зоне Персидского залива через формирование в данном регионе, который является, безусловно, чрезвычайно важным, механизмов коллективного реагирования при участии всех заинтересованных государств на существующие вызовы и угрозы. Далее, 23 июня в рамках подготовки ко второму саммиту России-Африка под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоится заседание делового совета. Оно будет посвящено развитию торгово-экономического сотрудничества странами Африканского континента. В мероприятии примут участие представители руководства Министерства иностранных дел России, профильных ведомств, а также главы крупнейших российских деловых ассоциаций и компаний. Переходим к актуальной международной повестке. Ситуация вокруг Украины. 14 июня Севастополь отметил свой 240-й юбилей. Мы гордимся этим городом, в истории которого много героических страниц. В годы Великой Отечественной войны Севастополь держался и не сдавался фашистам 250 дней. Во время Крымской войны 1853-1856 годов наши воины обороняли главную военно-морскую базу Черноморского флота 349 дней. В обоих случаях защитникам города противостояли превосходящие силы врага. И сегодня город заслуженно носит звание город-герой и вновь противостоит атакам теперь уже нынешних, современных, ЕСовских стран на Россию, НАТОвских стран на Россию. На этот раз они используют для достижения своих геополитических целей на нацистский и киевский режим, который, собственно говоря, и был сверстан по образцам прошлого. Прекрасно помним, как приводили и на какие деньги приводили нацистов к власти в Германии в 30-е годы 20-го века. Но как бы ни старались наши недруги, ничего у них не получится. Севастопольцы, свято чтущие память о своих легендарных предшественниках, сделают все, чтобы не посрамить их ратный и трудовой подвиг. 14 июня в Лувре открылась выставка древних византийских икон. Они вывезены с территории Украины. Как утверждается, они были, теперь понимают цитата, эвакуированы с целью их сохранения. Конец цитаты. Правда, что именно угрожало древним шедеврам, неясно. И достоверно неизвестно общее количество заполученных Францией произведений искусства. На всеобщее обозрение выставлено всего лишь пять икон. Да какое же общее количество? Все это очень напоминает отношение европейских стран к историческому наследию своих бывших африканских колоний. Слишком многие экспонаты навечно оказались спасены, естественно, мы ставим это слово в кавычках, в коллекциях европейских музеев и частных собраниях. И народы Африки никогда их больше не увидели. Ну, кстати говоря, точно так же распоряжались колонизаторы не только с африканским континентом, но и, собственно говоря, своими же соседями. С теми странами, которые были колониями или полуколониями непосредственно и вблизи от Европы или даже на территории Европы. Помню, сколько было просьб от музеев, например, Египта или, кстати говоря, Греции, к тем, кто в свое время обманным путем по-разному возил шедевры из этих стран. Так ничего до сих пор не получили обратно. Оказавшиеся сегодня во Франции редчайшие иконы имеют древнюю историю. Шедевры искусства пережили множество потрясений и падения Византийской империи, и периоды иконоборчества. Во время Великой Отечественной войны часть коллекции была расхищена фашистами и бесследно утеряна. Теперь под угрозой бережно сохраненной советскими искусствоведами произведения. Они выдержали многие испытания, однако не пережили режим Зеленского, который для Украины стал хуже нашествия саранчи, который уничтожает все на своем пути. Разворовывание Украины разными способами продолжается рекордными темпами. Все это легализует Зеленский и его банда. Сомневаемся, что эти произведения искусства когда-нибудь вернутся в Киев. Продолжается углубление нацистов из правительства Зеленского над памятью наших великих предков. Вы знаете, что уже запущено украинским министром, так сказать, культуры Ткаченко акции, ну если можно так сказать, или лучше сказать абсурдной акции по переименованию всего русского в украинское. Вот сейчас под рестрикции нынешних нацистов на территорию Украины попали три выдающихся российских художника. Теперь Илья Репин, Архип Куинджи и Иван Айвазовский объявлены украинцами. Я понимаю, что апеллировать к здравомыслю сейчас бесполезно. Киевский режим давным-давно болен, болен неизлечимо. И болезнь эта называется неонацизм. А она, когда наступает, когда наступает и завоевывает человека или общество этот недуг, там уже не до логики, не до здравомыслия, не до морали, не до этики, не до чего. Поэтому я не предлагаю даже задуматься относительно того, какими смыслами, идеями и принципами руководствовались на Банковой, когда все это объявляли. Я предлагаю дать слово самим художникам. Может быть, мы все-таки послушаем, что говорили о себе они сами? Архип Куинджи писал, прямая цитата, «Я русский. Предки мои греки, которые при императрице Екатерине переселились с южного берега Крыма и основали город Мариуполь и 24 деревни». Илья Репин в письме художнику Василию Поленову подчеркивал, прямая цитата, «Вот увидишь сам, как заблестит перед тобой наша русская действительность». Конец цитаты. Ну и Иван Айвазовский называл себя армянином по происхождению русским в душе. Ни один из регионов Российской империи, где жили и работали художники, не относился в то время к Украине, которой, собственно говоря, и не существовал тогда на географических картах. А уж тем более, никому из них голову бы не могло прийти и называть себя украинцами. Абсурд. Ну и, конечно, я не буду говорить о их гражданстве. У них сохранились документы, между прочим. Я понимаю, что такое документы и киевский режим от этого полюса, которые никогда не сойдутся. Но все же можно просто обратиться к их документам и посмотреть, что там написано в этих самых документах. Однако подобные антинаучные и глубоко политизированные инициативы стали абсолютно типичными для киевского режима и западных хозяев. Замятые музеи в странах НАТО меняют таблички около произведений русского искусства. Они переименовывают картины. Мы это все видели. Русский авангард, к примеру, теперь стал называться украинским авангардом. Мы призываем профильную международную организацию делить этому процессу самое пристальное внимание. Геополитические амбиции так называемого «золотого миллиарда», его стремление причинить России максимальный ущерб, ударить побольнее, все это наносит просто колоссальный урон непосредственно мировому искусству, мировой науке и искажает всемирную историю. Дальше будет очень сложно, по-настоящему сложно, потому что, как мы уже говорили, этим процессом будет подвержено все, буквально все. То есть каждый издатель, каждый галерист, каждый знаток искусства будет сам называть, определять не только национальность авторов и название картин, ну, например, и даты, без экспертизы. Просто, например, брать произведения современные и выдавать их за старинные. Раньше это называлось подделкой, но сейчас-то подделки набирают вон какой мировой оборот, но это будет чуть позже. И от этого будут страдать те, кто сейчас активнейшим образом поддерживает вот эту вот глобальную мистификацию. Ну и, конечно, памятники. Памятники Зеленскому и его бандитам не дают вообще никакого покоя. Ну, ровно то же самое они видели и в странах НАТО, в тех самых, где установлены памятники воинам Красной Армии. Но киевский режим подходит к этой истории, так сказать, со вкусом. 19 июня во дворе Центра технического творчества и профессиональной ориентации школьной молодежи Дарнинского района Киева демонтировали бюст первого космонавта Гагарина. Мне просто интересно, он просто теперь уже с точки зрения киевского режима не первый космонавт или первый не космонавт, или не Гагарин, или что с ним случилось-то? Столько лет памятник стоял, все же было нормально. Вопрос. Что случилось-то? Мало того, абсурдно то, что ведь они советских ученых, которые родились на территории нынешней Украины, вне зависимости от того, как эти советские ученые себя сами называли, как они были записаны в своих же собственных документах, как они себя ощущали в соответствии с культурным кодом, тоже приписывают Украине и записывают в украинцы. Ну, собственно говоря, насколько я помню, по крайней мере, это никто и не опровергал, была информация о том, что теперь и Королев, изобретатель Королев тоже украинец оказывается. У меня вопрос тогда. Если Королев украинец, то за что же его во всех смыслах творения, за что же Гагарина тогда памятник ему сносите? Это же какой-то абсурд. Ну, надо же все-таки какую-то логику здесь исполнять. А логики нет. Логики нет. Потому что, как я уже сказала, когда человек или общество поражены неонацизмом, там отсутствует все. От законов физики до законов логики. Мораль и нравственность вообще искореняются первыми. Ну, такая же участь постигла 17 июня в городе Виноградов, в Закарпатской области, бюст советского педагога и писателя Макаренко. И, кстати говоря, совершенно их не смутило, что фамилия вроде бы как бы и даже украинская. Логики нет, я еще раз говорю. Это абсолютно такая жесткая и такая уже, по-моему, в терминальной стадии болезнь под названием неонацизм. Джим Зелецкого посносил, разрушил почти все памятники, посвященные Великой Отечественной войне. Все памятники выдающимся деятелям русской культуры и истории. Вот, кстати говоря, с Великой Отечественной войной. А что там-то? Не было украинцев? Или как? Если посмотреть и по фамилиям. Многие записаны были как украинцы. Великие военачальники, полководцы, Красная Армия. Нет? Они не украинцы? Или как? Но ответа на этот вопрос нет. Ответ только один. Это болезнь. Неонацизм и фашизм со всеми проявлениями расовой дискриминации, расизма, ксенофобии. Это болезнь. В данном случае она уже не лечится, как я уже сказала. Такое впечатление, что уже, в принципе, все посносили. Все уже разрушили. Но, видимо, привычка что-то ломать все равно еще осталась. 15 июня состоялась очередная встреча по оборонному содействию Украине в формате «Рамштайн». Было заявлено, что ее поддержка будет продолжена. И, несмотря на признание фактически провалившегося, так называемого, контр-снупления ВСУ, которое тоже было, так сказать, подготовлено всеми натовскими силами, натовцы продолжают упорно толкать Киев к самоубийственным боевым действиям, обещая накачивать страну оружием столько, сколько потребуется. Остается только гадать, сколько должно погибнуть людей, чтобы на Украине остановились и одумались. Просто задали себе вопрос. А может быть, их используют? А может быть, их просто уничтожают? Только не те, кто был заявлен врагами, а те, кто дает оружие. Это циничная, страшная игра Запада с людьми, которые им поверили и доверились. Кроме того, каждый такой «Рамштайн» означает увеличение тяжкого бремени для американских и европейских налогоплательщиков. Но кто о них думает? Это же тоже карта, которая достается только под выборы. Огромные средства идут не на социальные нужды населения ЕС и США, не улучшение здравоохранения, образование и развитие экономики, а тонут в кровавом мобуте киевского режима. Как стало известно, львиная доля гуманитарной помощи европейцев, американцев, населения Украины становится легкой добычей погрязших в дикой, в дичайшей коррупции функционеров киевского режима. Постоянно появляются новые факты организации ими серых схем по освоению такого гуманитарного содействия. А на деле просто воровства. Воровства гуманитаров, их продажи в различных торговых точках по всей стране. До третьи подобных грузов теряются где-то по пути к адресатам. Эта информация полностью соответствует распространенным представлениям о нынешних властимущих на Украине, которые давно забыли о благополучии своих сограждан, думают лишь только о личном обогащении. Собственно говоря, когда поднимается тема относительно возможностей, перспектив, так называемых европерспектив Украины, вхождения в Европейский Союз, хотим о приближении к этой заветной мечте, все время политологи, эксперты, да и официальные представители Брюсселя говорят об одном, с таким уровнем коррупции, как на Украине, о Европейском Союзе даже и мечтать нельзя. Вопрос-то в другом. Можно или нельзя мечтать, это неважно. Вопрос в другом. Ведь эта коррупция на территории Украины, она превзошла все предыдущие показатели именно тогда, тогда, когда Европейский Союз, Вашингтон и Лондон начали осуществлять практически доколониального протекторат над территорией Украины. Вот тогда, когда там появились американские министры, вот тогда, когда там появились американские советники, вот тогда, когда заседание правительства Украины ввел не глава правительства Украины, не президент Украины, а вице-президент Соединенных Штатов Америки на тот момент Байден, когда даже действующий президент Порошенко сидел среди своих министров и как школьник выслушивал этот самый урок. Ну, то, что происходит с семьей Байденов, мы теперь наблюдаем, просто их, видимо, личный опыт был тогда экстраполирован на всю территорию Украины. Вот, собственно говоря, это наследие они там и оставили, и хорошо закрепили. Не проходит неделя, чтобы кто-то из украинских неонацистов не выступал с очередным заявлением в стиле Геббельс о своих планах по уничтожению русских. На этот раз вновь отличился советник главы офиса Зеленского Подоляк. Рассуждая о вожделенном контрнаступлении ВСУ, он сказал дословно следующее, это прямая цитата. «Существует один план – максимально жесткое продвижение вперед с максимальным убийством россиян на этом маршруте». Конец цитаты. Да, в принципе, мог бы и так не стараться. Мы помним о заветах сенатора Грэма и о рекомендациях Джорджа Буша-младшего, которые были даны не так давно, относительно того, что они ждут от Украины, и какова миссия Украины, и зачем, собственно говоря, они в киевский режим и инвестируют убить как можно больше русских. Напрасные, конечно, рассуждения. Россия не оставит, как это было заявлено, неоднократные, в том числе на питерском форуме президентом нашей страны, безнаказанными подобные планы и призывы. Нацистские преступники понесут наказание, заслуженные и ответят за свои преступления, и задачи по демилитаризации и демилитаризации Украины будут выполнены, о чем говорило российское руководство. 19 июня в Донецке состоялась конференция, посвященная преступлениям в ВСУ в Артемовске. Среди многочисленных доказательств и зверств показания местных жителей. Украинские боевики совершали чудовищные расправы над пленными и ранеными российскими солдатами, убивали простых горожан, при отступлении взрывали дома, в которых находились мирные люди. Свидетельства о преступлении ВСУ в Артемовске будут переданы в Организацию Объединенных Наций и другие международные организации. Показания его жителей станут основой серии уголовных дел. Как подтвердила омбудсмен ДНР Дарья Морозова, оценка преступных действий украинских боевиков должна быть дана не только на уровне национального законодательства России. Киевский режим грубым образом нарушает международное гуманитарное право. Военные преступления не имеют срока давности. Рано или поздно трибунал по Украине совершится и боевики киевского режима, а также все его деятели предстанут перед судом. Завтра, 22 июня, это день памяти и скорби в нашей стране. 82 года назад началась Великая Отечественная война, в которой наши героические предки разгромили фашизм, избавили Европу от ужаса коричневой чумы. Сегодня перед Россией вновь стоит задача абсолютно схожая, искоренить поднимающую голову нацизм. И у нас другого пути нет, как с честью выполнить эту миссию до победного конца. Мы еще вернемся к этой дате чуть позже, 22 июня. Так, я сейчас хотела бы сказать о том, что в воздушном пространстве Германии сейчас проходит учение, которое называется Air Defender 23. Они стали крупнейшими маневрами военно-воздушных сил стран Альянса с момента его создания. Масштабы привлекаемых средств и сил, а только самолетов задействовано 250, из них 100 американских, учения же проходят под эгидой НАТО, говорят о том, что Вашингтон и его союзники разрабатывают оперативные планы по ведению боевых действий с сопоставимым противником. Ну, в общем, понятно, кто имеется в виду. Вы же знаете, учебные цели на протяжении последних десятилетий всегда обозначались НАТО как Россия. В эту конфронтационную логику укладываются и завершившиеся недавно в Балтийском море учения сил НАТО БАЛТОПС-23. Они проходили с 4 по 16 июня. Поставшие доступной информации о район с ограничениями для навигации захватывал в том числе Калининградскую область России и привыкающие к ее побережью российские морские пространства. Со факт таких сценариев, я имею в виду учений, еще раз демонстрирует, что военная машина НАТО не имеет ничего общего с обороной. Все его усилия направлены исключительно на всестороннее сдерживание нашей страны и даже отработку вариантов нападения на Россию. В этих условиях хотелось бы еще раз подчеркнуть, что любые попытки создать угрозу территориальной целостности и суверенитету Российской Федерации не останутся без последствий для их инициаторов. Вот посмотрите, что сейчас происходит в Косово. И с точки зрения дня сегодняшнего, и с точки зрения исторических реалий. Положение в южном сербском крае Косово и Метохии неуклонно ухудшается. Самопровозглашенные власти во главе с так называемым премьером Курти открыто ведут дело к переводу ситуации в фазу силового противостояния. Террор против сербов ужесточается, провокации становятся еще более изощренными, хотя куда уже. Продолжаются незаконные задержания граждан, блокирование въезда в край сербского грузового транспорта. Жертвами приштинских карателей вновь стали сербские дети. 17 июня в муниципалитете Звичан Косово-Улбанская так называемая полиция избила несовершеннолетних брата и сестру Кристиана Идару Радославович. Силовики Косовские издевались над ними, ставили на колени, произносили чудовищные угрозы. Лишь появление на месте происшествия матери подростков позволило прекратить унижение и спасти детей от расправы. Вооруженные вылазки против беззащитных мирных граждан, детей, женщин, стариков это визитная карточка Косово-Улбанских боевиков. Что же Запад, который, я напомню, курирует ситуацию в регионе, заявляет о своей посреднической миссии и много лет утверждается там в качестве миротворца. США и ЕС продолжают закрывать глаза на подрывные действия Куртия, намеренно заводят урегулирование в тупик, чтобы заставить сербов поступиться своими жизненно важными интересами. Ну, собственно, привычка Вашингтона, Лондона и Брюсселя угождать всем тем, с кем они ассоциируют Косово, Косово-албанцев, она неискоренима. Вы же прекрасно это знаете из даже новейшей истории. С апреля 2013 года Причтина продолжает саботаж обязательств по созданию сообщества сербских муниципалитетов Косово. Но вместо нажима на косоваров американские посредники готовят почву для радикального урезания полномочий сообщества. Ну и, конечно, подмена его на некий механизм по защите языковых прав, поддерживая тезис Курти о, как он говорил, нетерриториальном характере данной структуры. На этом фоне обостряется риск того, что игры Запада с международным правом в попытке создать альтернативные варианты разрешения проблемы Косово приведут регион к новой катастрофе. Еще одной, очередной, причем надежный фундамент урегулирования существует, сохраняя свое действие в полном объеме, это резолюция Совета безопасности ООН 1244, как основа переговоров Белграда и Приштины, любых посреднических усилий международного сообщества, тоже этот же фундамент. Так вот, теперь о том, что было раньше и как раньше развивалась ситуация на Балканах, когда к ней подступались со своими рецептами западные кураторы. Вперед с 13 июня по 13 июля 1878 года в Берлине состоялся дипломатический конгресс. Формальной целью этого мероприятия было подведение итогов победоносной для России русско-турецкой войны 1877-1878 годов. На этих переговорах собрались лучшие представители европейской дипломатии того время, ее, можно сказать, цвет. Европейские монархи в ходе встречи стремились предотвратить рост влияния России на Балканах. Движимые, как всегда, вот этой конъюнктурой, сиюминутной выгодой, откровенной завистью к блистательным победам российского оружия, они постарались пересмотреть условия ранее заключенного предварительного Сан-Стефанского мира между Россией и Турцией, был заключен в 1878 году. И наибольшее антироссийское рвение в ходе дипломатических баталий проявил Лондон. Вопреки позиции России, европейские монархи настойчиво предлагали провести границы на Балканах не по этническому, экономическому или историческому признаку, исходя исключительно из собственных интересов. Нашей стране в прямом смысле пришлось теперь уже и на дипломатическом фронте защищать итоги той войны. Даже не ради себя, ради справедливости, законности, права. Для того, чтобы наконец увенчалась успехом многовековая борьба балканских народов за государственную, за государственную, за государственную независимость, за истинный суверенитет, которая тогда массово поддерживала все российское общество. Все это и происходило. И хотя Конгресс изменил условия Сан-Стефана в ущерб России южным славянам, благодаря активным усилиям русской делегации во главе с канцлером Российской империи светлейшим князем Александром Горчаковым, преодолевая сопротивление европейских монархий, наша страна добилась признания независимости Сербии, Черногории и Румынии. Был открыт путь к обретению независимости Болгарии, впервые были обозначены проблемы албанской и македонской государственности. В отличие от нашей страны, европейские столицы стремились на Конгрессе просто урвать, вырвать, выгрызть свое, под шумок неожиданно, кстати говоря, самые лакомые куски от Турции себе отхватили страны, в войне вообще-то совсем не участвовавшие, а заявлявшие о себе как о миротворцах. Кто же это был? Англия и Австро-Венгрия. Первая получила Кипр, вторая взяла под опеку Боснию-Герцеговину, которую, собственно говоря, позже и оккупировала. Подлинные результаты Берлинского Конгресса стали ясны намного позднее, в ходе Балканских войн 1812-1913 годов, и последовавшая за ними Первая мировая война. Преследуя цель ограничить влияние России на Балканах, был намеренно создан очаг напряженности и, как следствие, условия для возникновения новых острых конфликтов. Мы чтим память о 200 тысячах русских воинов, которые пали в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 годов за независимость балканских народов. Ценим отношения граждан Сербии, Черногории, Болгарии, Румынии, вот тех самых граждан, которые знают историю и других, кстати говоря, граждан других балканских стран. Они, несмотря на конъюнктурные попытки политиков, которых, естественно, приводят к власти в этих странах Запад и которые желают пересмотреть историю связи с Россией, они продолжают хранить память о ее решающем вкладе в обретение ими государственной независимости. Несколько слов о ситуации вокруг Сирии. Важнейшим элементом комплексного урегулирования в этой стране является возвращение в места постоянного проживания миллионов беженцев и временно перемещенных лиц. Без этого не могут быть обеспечены не только окончательная нормализация в Сирийской Арабской Республике, но и снятие дополнительного напряжения, которое порождает массовое присутствие в этой категории лиц в соседних Сирии, странах Ливан, Иордания, Турции. На протяжении достаточно продолжительного времени, благодаря усилиям, которые предпринимались в рамках астанинского формата с участием России, Турции и Ирана. На территории Сирии поддерживается режим прекращения боевых действий. Казалось бы, можно говорить, что основная угроза, подтолкнувшая значительную часть сирийцев покинуть родные места, устранена, но есть же и проблема, поэтому формулируем вопрос следующим образом. Кто же и почему препятствует такому возвращению? Ответ на поверхности. Дело в том, что США и коллективный Запад последовательно продолжают антисирийскую линию и торпедируют все столь необходимые составляющие глобального урегулирования, в том числе и решение указанной проблемы. Делается это как путем ужесточения экономической блокады Сирии, я напомню, ее не снимали даже в период пандемии, это ведет к падению уровня жизни населения, лишая сирийцев возможности восстанавливать разрушенную вооруженными конфликтами страну, так и изощренными политическими средствами, через, например, оказание воздействия на специализированные агентства Организации Объединенных Наций, прежде всего Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев. Львиная доля миллиардных средств, которые западные спонсоры выделяют в том числе на своих донорских конференциях, которые проводят без сирийского участия, направляется не на территории подконтрольной правительству Сирии, где готовы были бы принять репатриантов, а исключительно туда, где беженцы находятся в настоящее время. Поэтому в сопредельных странах эти люди получают ООНовские пособия, могут учить детей, пользоваться медицинскими услугами, и это в принципе хорошо. Однако в случае принятия беженцами решения о возвращении на родину, они автоматически лишаются помощи ООН и оказываются просто предоставлены сами себе. Понятно, что такая ситуация приведет к тому, что многие сирийцы остаются в странах, которые их приютили. Просто жизнь вынуждает принять такое решение. И тем самым формируется опасный демографический вызов для таких государств, как Ливан или Иордания. Дополнительным рычагом воздействия являются ангажированные прозападные средства массовой информации, без устали тиражирующие истории о якобы зверствах кровавого режима, речь идет в данном случае о Сирии, о якобы имеющих место арестах, пытках, даже убийствах тех, кто осмелился вернуться на родину. Создается специальная устрашающая картинка, которая транслируется непосредственно для сирийских беженцев, временно перемещенных лиц. Ведет и, конечно, более тонкая работа через специально подобранных активистов или даже сотрудников ООНовских спецагентств с распространением провокационных анкет, цель которых убедить беженцев, что возвращаться на родину в ближайшее время не стоит. Думаю, что все это, конечно, очень опасно, и я уже не говорю о том, что безнравственные игры, которые откровенно стали частью логики Запада. Стремление навредить Дамаску, использовать карту, вот эту трагическую, очень сложную карту, связанную с беженцами в политических целях, рискует обернуться серьезными дестабилизирующими последствиями для целого ряда государств региона. Мы рассчитываем, что состоявшееся возвращение Сирийской Арабской Республики в арабскую семью и в целом начинающееся восстановление отношений Дамаска с его региональным окружением решительно изменят ситуацию и будут способствовать скорейшему возвращению сирийских беженств в места своего постоянного проживания на родине. Со своей стороны продолжим в координации с правительством Сирийской Арабской Республики содействовать решению этой задачи. Несколько слов я хотела бы сказать о поддержке проектов в Африке по линии международной программы развития коммуникации ЮНЕСКО. На прошлой неделе в Париже завершилась очередная сессия Бюро Международной Программы развития коммуникации ЮНЕСКО. Это единственный межправительный форум в системе организации объединенных наций, который ориентирован на защиту свободы выражения мнений и поддержку средств массовой информации в развивающихся странах. В ходе заседания наша страна объявила о намерении нести в текущем году добровольный взнос в размере до 250 тысяч долларов на реализацию гуманитарных проектов в африканских странах. При этом немаловажно, что получившие одобрения инициативы были предложены самими африканцами, а значит отражают истинные, а не навязанные извне потребности в сфере массовых коммуникаций и журналистики в Африке. Российская Федерация всецело привержена глобальному приоритету ЮНЕСКО Африкой и входит в состав соответствующей неформальной группы друзей. Она была, напомню, сформирована в ноябре 2022 года из числа государств, которые выступают за повышение африканского профиля в деятельности этой структуры. Наша поддержка партнерам будет продолжена и на других направлениях работы ЮНЕСКО. И важная культурная акция 16 июня по завершении 45-го заседания Всемирного Координационного Совета Российских Соотечественников при содействии Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, которые проживают за рубежом, состоялась поездка участников мероприятия Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот». Соотечественники возложили цветы к памятнику матерям-победителей, посетили главный храм Вооруженных сил Российской Федерации, осмотрели композиции музейного комплекса «Дорога памяти» и другие объекты. Кроме того, участники заседания различных форумов соотечественников, которые будут проходить в Москве, продолжат традицию посещения парка и высадки деревьев в аллее. И анонс. Вперед с 27 по 30 июня в Одиссабебе состоятся мероприятия в рамках Дни Духовной культуры России в Эфиопии. Это особый формат крупномасштабных многожанровых акций. Они демонстрируют миру богатое культурное и духовное наследие России. Проект реализуется Министерством культуры России совместно с Министерством иностранных дел и московским патриархатом. В столице Эфиопии пройдут выставка, посвященная уникальному наследию Государственного историка этнографического и архитектурного музея-заповедника Кижи. Напомню, он включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также круглый стол по теме «Близость духовно-культурного наследия как базис развития России и Эфиопии». Кроме того, на сентябрь текущего года запланировано выступление хора Московской духовной семинарии. В состав делегации сторон войдут представители органов государственной власти Русской православной церкви, Эфиопской православной церкви и руководители учреждений культуры двух стран, ведущие эксперты в области науки, культуры и искусства. И, завершая вступительную часть, я хочу сказать подробнее о том дне, который будет завтра, 22 июня. Я уже сказала, завтра исполнится 82 года с начала Великой Отечественной войны. Это особая страница нашей истории. В официальном списке памятных дат этот день назван Днем памяти и скорби. Вероломное нападение фашистской Германии и ее сателлитов на Советский Союз по-прежнему отзывается скорбью, болью, негодованием за искалеченные судьбы миллионов людей. Теперь еще за то, что их память почему-то с точки зрения кого-то на Западе подлежит забвению. Но мы этого не допустим. Выпавшие на долю нашей страны в те страшные годы испытания просто впечатаны в историческую память нашего народа. Нет ни одной семьи, которая так или иначе не затронула бы та страшная война. Ценой огромных усилий Советский Союз победил в Великой Отечественной войне. Была разгромлена человека-ненавистническая идеология нацизма, осужденная международным сообществом на Нюрнбергском трибунале, но, видимо, не до конца. Не до конца уничтожена на территории Западной Европы и, видимо, не до конца осуждена Нюрнбергом, учитывая, что многие из коллаборационистов избежали тогда справедливого наказания. оккупанты полностью или частично разрушили тогда более полутора тысяч городов и поселков. Если говорить о селах и других населенных пунктах, это более 70 тысяч деревень нашей страны. Советский Союз вынес на своих плечах основную тяжесть Второй мировой. Людские потери СССР составили 40% совокупных людских потерь, вовлеченных в этот глобальный конфликт государств почти 27 миллионов человек. К сожалению, время показало живучесть нацистской идеологии. Для чудовищных геополитических экспериментов, направленных на сдерживание России, на Украине был просто по тем же лекалам, как мы сегодня уже и говорили, постоянно воссоздан нацизм. Его основой стали нашедшие после войны убежище на Западе коллаборационисты и фашистские нацистские преступники. Они были не просто прощены западными политическими элитами в угоду своим интересам, они были сохранены на будущее, отмыты, хотя от этого нельзя отмыться. Надо откровенно признать, не прошло и 80 лет, как англосаксы попытались использовать нацизм в качестве тарана для нанесения поражения нашей стране. Только теперь роль фашистской Германии 30-х годов 20-го века они решили отвезти Украине к киевскому режиму. Но это вообще, конечно, за гранью добра и зла, учитывая, что Украина сама испытала все тяготы и зверства нацистской оккупации в годы войны. Если вы почитаете документальные материалы, если вы посмотрите кадры, хроники, если вы почитаете просто документы, фактологию о Мюнхенском сговоре, вы поймете, как ловко Запад умеет состряпать подобные делишки. И теперь мы понимаем, что все эти сценарии все эти планы и схемы никогда не были Западом отринуты, даже несмотря на всеобщее порицание того, что они тогда создали на территории Германии, взращивая, к сожалению, на деньги опять же собственных налогоплательщиков нацизм и поддерживая фашизм. Эта работа в последние десятилетия по вот этому вскармливанию людей, которые сопряжены были с нацизмом и фашизмом 20 века и ориентированы против России, она велась с Западом планомерно. Я хотел бы напомнить, еще в 2008 году на 20-м саммите НАТО в Бухаресте Украину поманили потенциальным членством в НАТО. И тогда, осознавая, что находятся под геополитическим покровительством, украинские неонацисты с молчаливого одобрения США и их союзников стали активно укреплять свои позиции, в том числе и во властных структурах Украины. Показательным фактом, наглядно демонстрирующим сопричастность англосаксов к формированию нацистской идеологии нынешнего киевского режима является голосование по российской резолюции о противодействии героизации нацизма, неонацизму и связанными с ними практикам. Против нее, против нашего проекта резолюции до 2022 года постоянно голосовали США, Украина, теперь уже весь Запад, включая страны Оси, Германию, Италию и Японию. В дальнейшем Вашингтон и его союзники закрывали глаза на все происходившие на Украине зверства и беззакония. Сначала на законодательные реформы, так называемую декоммунизацию, конечно, это никакая не декоммунизация, если бы они хотели заниматься декоммунизацией, они бы, наверное, чему-то другому уделили внимание и точно не стали бы развивать сами тоталитарные практики. Это было все, что связано, все, что шло под эгидой декоммунизации, на самом деле было направлено просто против России. Ну и, конечно, занимались активно негерализацией украинских пособников, германских нацистов из рядов ООН-УПА. А что началось позже, так это вообще невозможно описать. Начались просто гонения на ветеранов Великой Отечественной войны на территорию Украины, затем уже на практике возродились ужасные сцены просто нацистской Германии 1930-х годов, притеснением, а подчас и вовсе средневековым издевательством, вспомните, например, массовое сожжение в Доме профсоюза в Одессе в мае 2014-го года подвергалось русскоязычное население страны без суда, без следствия, осуществлялись расправы над инакомыслящими, над политическими противниками, осуществлялись гонения на каноническую украинскую православную церковь. Жители Донбасса откровенно истребляли идейные последователи Бандеры и его подельников. Но сейчас в принципе до канонизации Бандеры и Шухевич на территории подконтрольной киевскому режиму мне кажется осталось буквально пару формальностей. Но иконы уже с их изображением осветил так называемый митрополит или как он там себя называет вот этих самых не столько раскольников, сколько отколотых от украинской православной церкви и названных ПЦУ. Ну раз иконы уже с их изображениями освещаются, значит тут уже глядишь и скоро лики будут отдельно выписывать. Украинский неонацизм годами взращивался, он взращивался извне и потом как бы потихоньку инкорпорировался на территории Украины. Его вооружал и вооружает коллективный Запад, который стал сегодня де-факто прокси-участником конфликта на Украине. Однако те, кто является наследниками поколения Великой Победы, вот все мы, мы не имеем морального права допустить реванша нацистской идеологии. Мы помним, каким ужасом привел нацизм, какие силы пришлось применить всему миру, чтобы его победить. Мы видим, что недоделанная тогда работа по искоренению нацизма сегодня дает свои страшные всходы. Мы преклоняемся перед памятью наших отцов, дедов, прадедов, которые пали в годы Великой Отечественной войны в рамках специальной военной операции на Украине. Наши военнослужащие сегодня продолжают их правое дело и вновь борются с нацистской гидрой. День памяти перед жертвами Великой Отечественной войны, 22 июня, по всей стране будут приспущены государственные флаги. В 12.15 будет объявлена минута молчания. Мы помним, мы не предадим и мы добьемся справедливости, потому что за этой справедливостью стоит история народов, которые не только пали жертвой, но которые нашли в себе силы пожертвовать добровольно собственными жизнями ради жизни своих близких, незнакомых и даже будущих поколений. Я готова ответить на ваши вопросы. С нами ли международная жизнь? Здравствуйте, Мария Владимировна. Здравствуйте. Европейский Союз готовит Украине пакет помощи на 50 миллиардов евро. Это в преддверии саммита ЕСовского. Из трех источников они хотят собрать эти деньги в виде добровольных взнувших европейских стран. Плюс заемные средства и опять всплыла тема замороженных российских активов. Как бы вы могли прокомментировать очередную попытку использовать фактически украденные российские деньги для финансирования правительского режима? Вы знаете, очевидно, что желание у Запада затягивать как можно на дольше срок и выводить еще на большие жертвы конфликт на Украине. Внушаются банальные нацистские идеи, вот самые простенькие. Они получают уже такое обрамление в художественных образах, ну, как я сейчас сказала, дошли уже до выписывания Шухевича и Бандеры на как бы православных иконах и освещения всего этого, причем освещения не какими-то маргиналами, отколовшимися и так далее, а теми, кто объявлен там в общем руководителями и признан руководителями вот этого религиозного нового на самом деле сектантского течения. Рисует Украине Запад, как и многим другим своим подопечным, ничем не подкрепленные перспективы предстоящего бума инвестиций. Ну, инвестиций нет, а вот бум уже есть, причем такой жесткий. Рассказывают о технологическом прогрессе, при этом уничтожая все, что есть на территории Украины, подставляя туда вооруженное вооружение и технику боевую, тем самым провоцируя конфликт на его продление. Рассказывают про то, как будет подниматься промышленность и так далее. Ну, это же все проходили, все проходили. Заключались многими странами даже договоренности на бумаге, письменной, об инвестициях и так далее, и сколько раз Запад их обманывал. Цель одна, лишь бы страна и далее продолжала курс русофобии и конфронтацию с Россией. Именно для этого ЕС, НАТО, помимо накачки конфликта за счет все новых поставок оружия, кормят Украину бесконечными обещаниями, поддержки и сиюминутными подачками. Но подачки-то какие? Лишь бы только, так сказать, тлел вот этот самый огонь войны и задача как можно сильнее его раздувать. То, то, что по сути речь идет о стремлении добиться на многие десятилетия безусловного долгового закабаления Киева через киевский режим, Прюссель старается не акцентировать, но все же все прекрасно понимают. Вы прекрасно же помните, как Запад даже с учетом союзничества и борьбы с общим злом нацистской Германии получил все до последней копейки за тот самый ленд-лист, который поставлял Советскому Союзу. Представляете, с общим злом боролись, боролись с явлением, порожденным Западом и уничтожавшим все живое, так сказать, и не вписывающиеся вот в эту нацистскую матрицу. И, несмотря на это, союзникам мы выплатили все до копейки. А здесь что будет? Вы представляете, какое бремя ляжет на народ, который там будет жить? При этом и далее содержать Украину на собственные средства Европейский Союз желанием не горит. Вы же прекрасно понимаете, что избиратели рано или поздно спросят, а они уже начинают спрашивать, на что пошли их налоговые отчисления, когда они будут видеть оружие, которым убивают преступники их сограждан и которое попало на их территорию с территории Украины просто через черный рынок, потому что эти поставки не дошли до банковой, а, так сказать, даже если дошли до банковой, то тут же были перепроданы, а, как правило, эта схема, в которой участвует киевский режим, вообще не предполагает того, что оно, где-то это оружие фиксируется. Вот тогда жители стран Европейского Союза вызовут, насколько это будет поздно, зависит, кстати говоря, тоже от них, потому что вопросы, на что пошли и отчисления, где отдача от прежних финансовых вливаний в киевских режим, где истории про, так сказать, западный близкрик, вот на эти все вопросы нужно будет давать ответы, а ответы, как вы понимаете, будут отрицателями или будет просто такое молчание. Собственно говоря, в этом Запад, заявляя о себе как об открытом, поднаторел, просто фигурно молчать. На этом фоне эсовцы пытаются внедрять так называемые инновационные подходы, которые предусматривают присвоение ими замороженных средств и имущества граждан России для передачи киевскому режиму и придания таким действиям видимости законности. При этом очевидно, что речь идет просто о экономическом, таком откровенном, махровом экономическом бандитизме со стороны Европейского Союза. Напомню, раньше они заявляли о себе как об оплоте, законности, права, считали себя поборником незыблемости права собственности. Ну, теперь мы видим, где это право собственности, где вообще все права, их просто нет. Отодвинули как какую-то ненужную вещь. Кстати, говоря, про права человека вы, наверное, тоже ни разу не слышали в контексте ситуации на Украине со стороны Запада. нет такого. Нужно главное оружие поставлять, а права человека они вспомнят об этом чуть позже. Уже ряд европейских институтов просто бьет на бат, публично заявляя, что кража российских активов нанесет еще больший урон экономике Европейского Союза и непосредственно валюте, евро, окончательно поставит крест на репутации Европейского Союза, как, собственно говоря, некогда привлекательной юрисдикции для ведения бизнеса, инвестиций и так далее. Что касается российской позиции, она простая и понятная. Европейский Союз обязан, безусловно, немедленно вернуть украденные активы их законным владельцам, российским гражданам, компаниям и народу нашей страны. Спасибо большое. Так, идем дальше. С нами ли медиакорпорация Китая? Да, Мария Владимировна, приветствую. Вопрос один, следующий. Последние данные Минфина США показывают, что госдолг страны вообще впервые в истории превысил 32 триллиона долларов, увеличившись на 1 триллион всего лишь за последние 8 месяцев. И вообще это на 9 лет опережает предыдущие прогнозы достижения данной отметки. При этом 3 июня Байден подписал закон, который предусматривает повышение потолка госдолга со 2 января 2025 года. И до этого момента действия лимита приостановлены. Так вот, как вы в целом оцениваете долговой кризис в США, действия правительства, как это повлияет на мировую экономику и считаете ли вы, что это ускорит процесс падения долларовой гегемонии? Вы знаете, это уже то, что в средствах массовой информации назвали долговым политическим цирком американского конгресса. Он не только дал добро администрации Байдена на дальнейшее увеличение астрономического государственного долга, вы правильно сказали, он превысил 32 триллиона долларов, а это в полтора раза больше ВВП США, но даже не установил предельную планку заимствований. То есть получается Соединенные Штаты Америки тратят в два раза больше, чем могут зарабатывать. Вот в нашей бытовой жизни люди, которые так себя ведут, компании, которые так себя ведут, организации, которые так себя ведут, называются по-разному, но итог их существования один. Если ты зарабатываешь в два раза меньше, чем тратишь, а с долгами не можешь расплатиться, то это называется банкротство. Совершенно непонятно, почему вот это все облекается какими угодно политологическими и экономическими рассуждениями о рецессиях, о спадах, о, не знаю, даже кризисных явлениях, кроме очевидного. Но это просто уже похоже, вот эта вся история, она похожа на такую классическую финансовую пирамиду, которая, кстати говоря, является незаконной с точки зрения в первую очередь как раз западных стран. Но как же по-другому к этому можно отнестись? Экономика не способна существовать без регулярного вспрыскивания вот этими новыми дозами, а за этими дозами не стоит ничего, чтобы обеспечивало здоровье этой экономики. То есть это все огромный мыльный пузырь. Такие пузыри неоднократно лопались в Соединенных Штатах Америки. Один из ярчайших примеров это кризис с рынком недвижимости в Соединенных Штатах Америки, когда просто будучи мало чем обеспеченным и будучи построенным на спекулятивном подходе и принципах самой обычной банальной спекуляции, он не выдержал в очередной раз, хотя туда тоже и вливалось немало и придумывалось много, он не выдержал и положил все, банки, биржи, не только внутри Соединенных Штатов, но и вовне. Огромное количество людей просто этого физически не вынесли в прямом смысле этого слова, огромное количество компаний были разорены, мир вошел в стадию мирового кризиса, ответом на который стала не повинная голова Соединенных Штатов Америки, ни их извинения, ни их признания в неудачах собственной экономической модели, а создание двадцатки. То есть опять мировое сообщество должно было условно говоря оплатить эксперименты Соединенных Штатов Америки. Трудно сказать, сколько еще все это будет продолжаться. По законам классической политэкономии экономический крах уже собственно говоря должен был давно наступить, если бы печатный долларовый станок не работал бы как сумасшедший. При этом мы прекрасно понимаем, что эта валюта чем она обеспечена и что это такое. Пока американским властям удается постоянными денежными вливаниями и кстати говоря агрессивными действиями за рубежом отвести угрозу от дефолта, но это все равно временная история. Это временное решение способствующее еще большей дестабилизации глобальной торговли и финансов, которое не позволяет бизнесу выстраивать стратегии долгосрочного развития. По сути же администрации и конгресс США, несмотря на межпартийные расприи, солидарно отложили наперед после президентских выборов решение фундаментальной проблемы разбалансировки финансовой системы США. Правящий либеральный глобалистский режим в США делает ставку на то, чтобы, видимо, выиграть время и, независимо с того, кто станет президентом, переложить на остальной мир, как они это делали и ранее, в первую очередь на развивающиеся страны, время поддержания глобальной гегемонии доллара. Иными словами, просто пытается навязать новый неоколониальный порядок, основанный на американских правилах и предполагающий консервацию модели богатый север, отсталый юг или то, как они это называют, золотой миллиард и все остальное. Еще одно название прекрасный сад, дикие джунгли. При этом санкционная держимость США, которая использует доллар как оружие, подрывает доверие к американской валюте и подталкивает страны, страны мирового большинства к поиску альтернативных инструментов, включая национальные валюты для расчетов и накопления резервов. Этот процесс, в который вовлечена Россия, Китай и другие неприемлющие диктаты Вашингтона и вот эту самую глобальную спекулятивную модель страны, обладающую огромным потенциалом роста и развития, за которым скрывается реальный, даже не скрывается, а за которым стоит реальный сектор экономики, реальная экономика, а не экономика раздутых мыльных пузырей. Так вот, это все более набирает обороты, создавая условия для перехода к более справедливому, многополярному мироустройству, которое бы основывалось на взаимном уважении и суверенном радосте, собственно, на основополагающих принципах международного права. Так, идем дальше. Благодарю. Да, вам спасибо. С нами ли Рейтер? Да, Добрый день, Мария Владимировна. Вы уже говорили сегодня о поставках вооружения Украине со стороны западных государств. У меня вопрос немного более конкретный. В частности, вчера в интервью Рейтер, представитель Министерства евроинтеграции Украины, сказал, что Киев ведет переговоры с западными производителями оружия для организации производства оружия западного образца уже непосредственно на территории Украины. Мы хотели бы спросить, это, собственно, ну, Россия относит это в ту же конву, как и поставки вооружения или организация непосредственно производства в Украине требует какой-то дополнительной реакции со стороны Москвы? Вы знаете, у меня большая просьба, вы когда в следующий раз будете брать интервью у представителей киевского режима, которые будут рассказывать о том, что на территории Украины западные страны будут строить заводы по производству оружия, попросите, пожалуйста, уточнить координаты. Очень нужно. Спасибо. Спасибо. Идем дальше. С нами ли Анудалу? Да, здравствуйте, Мария Владимировна. У нас было два вопроса. У меня вчера появился комментарий. Нет, но все-таки мы хотим вас спросить, может, у вас есть что-то добавить к отказу России, к решению России не допустить ООН, к левобережу Днепра, в район аварии Каховской ГАЗ. Вы знаете, ну, подробнейший комментарий, как вы отметили на сайте, я не думаю, что надо его зачитывать заново, там все ответы есть. А главный ответ заключается в том, главный принцип, либо это единый стандарт, ну, тогда, простите, тогда надо было заметить и ситуацию на «Северном потоке», 1,2 секретариата организации объединенных наций, тогда нужно отвечать на вопрос, с какой стороны обстреливается запорожская атомная электростанция, и говорить о собственном внимании к этой действительно очень серьезной проблеме, так сказать, учитывая маниакальную страсть киевского режима все разрушать и наносить ущерб гражданскому населению и окружающей среде запорожская атомная электростанция является для них желанной целью, тогда надо секретариат организации объединенных наций не уходить от вопросов и говорить, что они не в курсе, а заниматься действительно серьезно подобными случаями, подобными историями, не пытаясь каким-то образом селективно подходить к той или иной теме в зависимости того, на чьей стороне мяч, а нужно быть, коль скоро это международная всемирная организация, нужно все-таки быть, я не уверена, что честным брокером, потому что все-таки это не про рынок, но рефери точно, если они берут на себя такую функцию, рефери честным, профессиональным, вот это основной принцип, то есть или единый стандарт, но тогда единый для всех, или, ну тогда мы будем это называть подыгрывание определенным силам и сторонам. Спасибо большое. И второй вопрос у нас связан с Молдовой. Президент Молдова Майя Санду заявила, что решение Конституционного суда о запрете политической партии Шор было ожидаемым обществом, но с другой стороны мы видели, что на выборах в Гакаузе победила представитель именно этой партии Евгения Гуцу. Согласны ли вы с оценкой Санду и знаете ли вы о том, что партия Шор обвиняется в коррупции и что вы думаете об этих обвинениях? Я абсолютно согласна с Майей Санду, это тот самый редкий случай, когда полностью согласна с ее оценкой того, что запрет партии Шор был ожидаемым, потому что от Майи Санду можно ожидать уже всего. Если говорить о сути происходящего, мы, конечно, внимательно следим за развитием сюжета, он, безусловно, является внутренним делом Молдавии, если бы молдавское руководство сейчас бесконечно само не увязывало бы все с нашей стороной. Речь идет об одной из оппозиционных партий, которая представлена в парламенте страны и имеет свой мандат, выданный ей населением. Мы видим, что вердикт конституционного суда Молдавии о запрете партии Шор вызвал в республике широкий негативный ресонанс и еще больше расколол и поляризировал молдавское общество. Решение это было воспринято как очередное попрание властями принципов демократии в угоду коллективному западу. Это же не только про демократию как некую, знаете, такую модель поведенческую. Нет, это про практическую законность, про соблюдение права. также люди были однозначны и высказывали это мнение открыто и пытались каким-то образом протестовать против подобных действий, объясняя это попыткой сведения счетов с политическими оппонентами искоренения инакомыслия проявления неуважения к собственным гражданам. Ликование представителей руководства Молдавии о том, что вердикт конституционного суда стал, как они сказали, победой демократии было воспринято молдаванами как просто циничный фарс. Молдавские политологи отмечают откровенно политизированный характер обвинений в адрес партии Шор самого процесса решения о ее запрете. Указывается на не случайное так называемое совпадение вердикта конституционного суда и происходящих в Молдавии политических процессов. Речь прежде всего о выборах главы Гагаузии 30 апреля 14 мая. Как вы правильно отметили, победу одержал ГУЦУ. Высказываются опасения, что подобная практика запрета политических партий может быть применена и в отношении других оппозиционных политических формирований страны. Эти опасения я могу только подтвердить. Так и будет, они на этом не остановятся. Эксперты полагают, что действия властей по так называемой отмене партии Шор едва ли были бы возможны без активной поддержки покровить со стороны коррективного Запада, который, собственно говоря, и стоит за Майсанду они просто я имею в виду западники руками официального Кишинева пытаются превратить Молдавию в очередную Украину. Технологии известны это насаждение русофобии, это наступление на позиции русского языка, переписывание истории, поощрение реваншистских настроений, активизация сотрудничества с НАТО, милитаризация страны, агрессивное внедрение в общественную жизнь неолиберальной повестки и полное лишение элит, какой-либо самостоятельности, суверенитета и изничтожения государственности. Спасибо большое. Спасибо вам. Идем дальше. С нами Ленюсру. Здравствуйте. Да, Ленюсру на месте. У нас три вопроса. Первый вопрос. Посол России в Ереване Сергей Копыркин был вызван в МИД Армении в связи со стрельбой в районе погранично-пропускного пункта Лачин. В заявлении говорится, что Ереван призвал Москву предпринять все необходимые шаги для выяснения обстоятельств инцидента и исправления ситуации. Как в Москве отреагировали на протест армянской стороны? Инцидент 15 июня в упомянутом вами районе Лачинский коридор со стороны Армении связан с общей проблемой отсутствия делимитационной делимитационной армяно-азербайджанской границы. Российская страна неоднократно призывала запустить работу эффективную, основательную работу двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при нашем консультативном содействии. Мы готовы помочь с определением прохождения пограничной линии и на данном участке, который стал очередным яблоком раздора между сторонами. Обвинения в адрес российских миротворцев абсолютно беспочвенно и безосновательно. Мы настоятельно рекомендовали бы снизить градус риторики в СМИ на этот счет. Миротворцы тесно работают со сторонами по нормализации ситуации. Они четко выполняют задачи по стабилизации обстановки, поддержанию режима прекращения огня и боевых действий в зоне своей ответственности. Спасибо. Второй вопрос. Госдеп потратит 1 миллион долларов на изучение влияния РФ на союзников США. Инициатива две задачи. Повысить осведомленность о способах противодействия российской дезинформации и повысить устойчивость аудитории, на которую нацелена Россия. Как в Москве относятся к таким решениям Госдепа и планирует ли Москва прибегнуть к таким же инструментам? Нет, конечно, никаких подобных планов даже в мыслях нет. Мы, знаете, видим другие более насущные цели и задачи. Если говорить о нынешней ситуации, как мы об этом сообщали, наши коллеги и дипломаты за рубежом и в центре, помимо своей работы, а это уже не работа, это настоящая государственная служба, учитывая то, что сейчас происходит, помимо своих функциональных обязанностей, они просто помогают гуманитарно, занимаются благотворительностью и оказывают содействие людям, которые в силу ситуации вокруг Украины в этом нуждаются, раненым, детям и так далее. Вот это есть конкретная цель и задач приложения и собственных усилий, и средств. Вот на такую бильберду ни сил, ни времени, тем более денег нету. Что касается, вы спросили, как мы относимся в принципе к таким решением Госдепартамента, как продолжению какого-то абсолютного оторванного от реалий подхода и желания опять, видимо, уже и здесь как-то, видимо, освоить средства, наверное, перераспределить их из одного кармана в другой. Не знаю, не могу сказать, пусть это американцы лучше зададут вопрос, на что идут их средства, но это просто действительно бильберда какая-то, чушь. Спасибо. И последний вопрос. Нет ли в Москве обеспокоенности тем, что ее близкий стратегический партнер Китай проводит контакты с администрацией Байден? Как известно, по результатам приговоров председатель Китая, госсекретаря США с администрацией Блинкина главы государства добились прогресса и согласия по некоторым конкретным вопросам. Нет ли обеспокоенности у Москвы по этому поводу? Во-первых, каждая суверенная сторона имеет право на ведение своих контактов, своих дипломатических усилий, переговоров, визитов и так далее. Это первое, это незыблемо для нас. Второе, ну, вы процитировали оценки одной стороны, а есть оценки и другой стороны, они несколько разнятся, если вы заметили. Третье, ну, я, честно говоря, могу только сказать, что это, наверное, тот самый случай, когда переговоры, которые были отмечены американской стороной, как, как вы сказали, как прогрессивные, закончились да, закончились американским же казусом, после которого речь идет о заявлениях Байдена, после которого МИД КНР выступил с официальным протестом. такое развитие ситуации не часто встречишь, учитывая, что для Соединенных Штатов Америки эти переговоры имели, как они говорили, большое значение. Вот так их провести, чтобы еще не успел, так сказать, простыть след самолета Блинкина, как уже была нота протеста в связи с заявлениями официального Вашингтона. Но главное это не это, главное то, что мы уверены в наших отношениях с Китаем, с китайскими партнерами по одной простой причине, мы по базовым вопросам современного мироустройства смотрим либо совпадающих, либо с очень близких позиций. Уважение международного права не вмешательства в внутренние дела государства, не нацеленность друг на друга, не рассматривание других в качестве каких-то, знаете, лакомых кусков или целей для уничтожения и так далее, и так далее. У нас есть наши международно-правовые, закрепленные в международном, в правовом поле обязательства, договоренности, соглашения. Мы наращиваем их практическую реализацию. И очень важно, что мы выступаем всегда за то, чтобы сложности в отношениях между странами уходили на второй план и страны могли договариваться. Это хорошая позитивная тенденция, которую можно только приветствовать. Есть только один маленький нюанс. К сожалению, я сейчас говорю в историческом контексте, примеры обещаний Соединенными Штатами кому бы то ни было, чего бы то ни было, заканчиваются, как правило, невыполнением Соединенными Штатами всего того, что они обещали. К сожалению, еще раз подчеркну, но это исторический факт. Вот, к сожалению, вот так. Это тоже реальность. Но еще раз вернемся к пункту первому. Каждая страна имеет суверенное право развивать свои двусторонние и многосторонние отношения, учитывая, что речь идет о независимом государстве. У нас все, спасибо. С нами ли The Moscow Post? Да, здравствуйте. У нас сегодня три вопроса. Первый. Парламент Монголии придает большое значение отношениям с Россией. Об этом заявил председатель парламента Монголии на встрече со спикером Совета Валентина Матвиенко. Известно, что политика третьего соседа это один из принципов внешней политики Монголии. Например, в 2019 году была принята декларация о стратегическом партнерстве между США и Монголией. Как эта виртуальность влияет на регион? В частности, на интересы России и Китая двух реальных соседей Монголии. Им Вашингтон присвоил категории опасности и угроз. На ваш взгляд, нет ли здесь потенциальных угроз для транзита российского газа в Китай? Развитие наших двусторонних отношений с Монголией является одним из приоритетов внешней политики России на азиатском направлении. Они опираются на многолетнюю историю сотрудничества, взаимопомощи, носят разноплановый характер, развиваются на уровне всеобъемлющего стратегического партнерства. Народы наших стран хорошо помнят и чтут традиции боевого братства, прошедшие проверку в боях за свободу и независимость Монголии на реке Холхенгол в борьбе с нацизмом, милитаризмом в период Второй мировой войны. Мы продолжаем выстраивать взаимоуважительный и равноправный диалог в международных делах. Это отвечает коренным национальным интересам народов наших стран. А что касается взаимодействия Улан-Батора с Вашингтоном, то мы, в отличие от некоторых, как я уже сказала, предпочитаем не вмешиваться в отношения между другими государствами, не имеют право все страны независимые на свою суверенную внешнюю политику, коль скоро она не нацелена на интересы третьих сторон в контактах со своими партнерами по двусторонним отношениям. Вместе с тем, как мы уже неоднократно отмечали, рост внешнеполитической активности США в том или ином регионе мира не сулит ничего хорошего ни одной из входящих в него стран. К сожалению, он провоцирует, как правило, очередной виток напряженности, появление новых угроз безопасности, ну и, к сожалению, повторю, вновь сегодня обман, как это было неоднократно со всеми остальными. Что касается проектов экономического сотрудничества с Дружественным Китаем и Монголией, то они продолжают реализовываться на взаимовыгодной основе. Спасибо. Следующий вопрос. После теракта на платине Каховской ГЭС чиновники ООН стали добиваться срочного доступа к районам техногенной катастрофы под контролем РФ. Все помнят, как долго Гросси добивался мандата для миссии МАГАТЭ на посещение зоны другой, потенциальной зоны ядерной катастрофы Запорожской АЭС. Что, на ваш взгляд, происходит сейчас? Секретарь ООН стал более оперативно реагировать на АЧС? Да нет, конечно. Мы видим, увы, как я сегодня уже отвечаю на схожий вопрос, двойные стандарты. А под ними не просто неопределенность или внутренняя нерасторопность или обычный непрофессионализм. Скорее всего, речь идет о подыгрывании определенной группы стран или просто реализации их интересов. для объективности есть для того, чтобы быть объективным, нужно соблюдать один очень важный закон. Не впадать вот в эти двойные стандарты. Стандарт должен быть один. Тогда может быть обеспечена объективность. К чему мы всегда секретариат и призывали. Но, как вы правильно сказали, и северные потоки сумели не заметить. Да, в этом уже подыграли и западники, не пропустив нашу резолюцию, с предложением о начале расследования под эгидой генерального секретаря ООН. Но не увидели же многое. Вот, например, аммиакопровод был взорван. Это точная, абсолютно четкая, безальтернативная компетенция зоны ответственности киевского режима. Вот вы что-нибудь слышали от, например, секретариат ООН осуждающего подобные действия? Ноль. Ничего. Я хочу обратить ваше внимание, что аммиакопровод это тот самый механизм, та самая инфраструктура, гражданский объект, через который идут удобрения, которые обеспечивают необходимым 45 миллионов человек. Это та самая продовольственная безопасность, о которой мы столько слышали. Ну, если произошел подрыв, и очевидно, в зоне ответственности киевского режима, хотя бы можно было бы на месте секретариата и его специализированных структур выразить ту самую пресловутую озабоченность, просто сказать, что это плохо само по себе, хотя бы так, понимаете? Но они же делают вид, что они не в курсе, не видят, у них нет данных, а когда их просят эти данные уточнить, то они растворяются просто в неизвестности, и больше с ответами в принципе не спешат на этот счет. Поэтому у нас есть все основания сомневаться в беспристрастности международных чиновников, особенно на фоне утверждений генсекретаря ООН о том, что вне зависимости от того, кто несет ответственность за инцидент на Каховской ГЭС, его не случилось бы, если бы не действия России в более широком плане. Но на это отреагировал министр иностранных дел России Сергей Лавров, который сказал, ну тогда надо брать шире, тогда надо сказать о том, что если бы не государственный переворот на территории Украины, который был совершен Западом в ручном режиме, Западом, который туда вливал деньги, вмешивался во внутренние дела, ставил просто людей со своим гражданством на руководящие посты на пространстве и на просторах Украины, то тогда бы тоже не было всего, включая подрыв и уничтожение Каховской ГЭС. Понимаете? Можно до какого момента мы можем дойти? Наверное, надо проявлять какую-то объективность и либо действовать и использовать вот такие политологические конструкции с отсылкой в историю и оперировать. Но ведь и в историю они не хотят заглядывать. А когда им говорят, ну хотя бы оцените с точки зрения текущего момента, они оказываются не в курсе. Им требуется больше времени, и как я уже сказала, дальше они с ответом просто пропадают. Для нас виновные обстоятельства трагедии предельно ясны. Еще 21 октября 2022 года мы информировали Совет Безопасности ООН о планах киевского режима разрушить плотину в Херсонской области. Тезисы тогда российские подкреплялись сведениями о зафиксированных украинских авиаударах по шлюзам ГЭС, нанесенных с целью вызвать повышение уровня воды в Днепре. И уже после крушения плотины мы распространили среди членов Совета Безопасности исчерпывающую хронологическую сводку всего того, что происходило за эти месяцы. Это факты, они говорят сами за себя. Спасибо. И третий вопрос. При участии Русской Православной Церкви состоялась передача Венгрии украинских военнопленных закарпатского происхождения. Не могли бы вы рассказать об истории этой акции. Я могу подтвердить, что 8 июня на сайте Московского Патриархата Русской Православной Церкви именно по церковной линии происходило согласование подобного обмена. Детали, мне кажется, за ними тоже нужно обратиться непосредственно в РПЦ. Спасибо. Так, идем далее. Дальше. С нами Ли Верелк. Добрый день, Мария Владимировна. Здравствуйте. У меня сегодня 4 вопроса. Накопилось, вас давно не было. Да, да. Я уже думала, все. Первый вопрос вы частично ответили, но все-таки хочется понять, почему российские миротводцы приняли участие в этой акции азербайджанских пограничников. И вот это вызвало очень большой резонанс в Армении. И хочется узнать окончательно вопрос после вызова по слову регулирован с армянской стороной и с армянским умением. Ну, не мы же вызывали посла, это армянская сторона, вы сами у них уточните детали. У нас была только наша реакция ответная на этот счет. Я не могу согласиться с вашими оценками, когда вы говорите об участии или о действиях, шагах российских миротворцев, предпринимаемых в контексте действий только одной из сторон, а не на той миротворцы для того, чтобы действовать в интересах двух сторон, то есть гармонизировать их противоречия. Я уже сегодня прокомментировала это, и мне, честно говоря, добавить нечего. Второй вопрос. Вот уже неделю Азербайджан прекратил полностью перевозки по Латчинскому коридору. Если раньше грузы и люди с сопровождением российских миротворцев или международного Красного Креста осуществляли, сейчас вообще это не делается. Республики уже гуманитарные катастрофы, люди уже о голоде говорят, и вот хочется понять, что Россия делает для решения этого вопроса, и если Азербайджан окончательно не выполняет условия трехстороннего заявления, а Россия не может повлиять на Баку, можно ли сказать, что трехстороннее заявление уже фактически не действует? Мы продолжаем работу по линии российского миротворческого контингента и, кстати, по другим каналам по полному разблокированию Лачинского коридора. И мы рассчитываем, что армянская и азербайджанская стороны продолжат выполнение всех взятых на себя обязательств в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года оно актуально. Далее мы хотел бы добавить к этому, мы призываем Ереван не самоустраняться от работы в трехсторонних форматах простой в их деятельности пагубно сказывается на ситуации в регионе и, в общем, ведет к эскалации ситуации на земле. А Баку мы призываем предпринять шаги по полной разблокировке коридора в гуманитарных целях и не делать карабахское население заложником политических разногласий с Ереваном. Спасибо. Третий вопрос. Вот на днях Грия Новосип вышел материал со ссылкой на дипломатический источник о том, что США якобы требуют от властей Нагорного Карабаха провести переговоры с Азербайджаном в какой-то третьей стране, угрожая, что в противном случае Баку осуществить силовую операцию против Нагорного Карабаха, против Ацаха. И вот встает вопрос, насколько возможно такая операция в условиях нахождения российских миротводцев. и вообще мы видим напряженность в последние дни в Карабахе, постоянное нарушение режима огня, о чем миротводцы фиксируют, и угрозы в азербайджанских СМИ. Какая позиция будет у России в случае подобного развития событий? Во-первых, что касается материала, который появился в СМИ, он появился в нескольких источниках, к сожалению, проведенная там информация заслуживает доверия. Второе, Россия готова содействовать диалогу между Баку и Степанакертом относительно обеспечения прав и гарантий безопасности населения Карабаха, о чем мы не раз сообщали заинтересованным сторонам. Ну и третье, российский миротворческий контингент размещен в регионе в соответствии с тресторонним заявлением, уже упомянутым, 20-го года, 9-го ноября. Там определены основные рамки его деятельности, и хотел бы еще раз повторить, что главная задача российских миротворцев поддержание режима прекращения огня в зоне своей ответственности. По поводу того, насколько операции возможны, но я уже сказала, под информацией о наличии такой школы мысли, к сожалению, есть основания, а дальше уже все зависит от того, насколько победит закрепленный правовой подход внутри как раз этих заявлений, которые мы принимали, или все-таки будет реализовано, или, по крайней мере, будет попытка реализовать вот этот деструктивный план по тому, что, собственно говоря, о чем говорили средства массовой информации, мы это читали неоднократно, о попытках, стремлениях, желаниях каким-то образом увести стороны от согласованного, легального, законного пути и вновь, так сказать, втянуть в какое-то хаотичное, непредсказуемое развитие событий. Мы, конечно, за первое, мы, конечно, за то, чтобы все, о чем договаривались, было выполнено. Своих усилий, мне кажется, мы уже привнесли предостаточно, доказали всем все и готовы работать пошагово на всех треках от ситуации на земле до экономики и еще раз говорю, этот путь точно не устелан розами. Это очень сложная ежедневная работа, которая сопряжена со колоссальными усилиями, но мы ее и выполняли и готовы продолжать выполнять дальше. И последний вопрос. Мария Владимировна, накануне премьер-министра Армении Никол Пашинян в парламенте выступая, заявил, что не удалось остановить войну 2020 года, особенно известная история 19 октября, о которой президент России Владимир Путин говорил, из-за того, что Россия не смогла убедить Азербайджан, так как Азербайджан в Аку все время выдвигал новые условия. Как я уже упоминал, Владимир Путин сказал, что не удалось добиться именно из-за позиции армянской стороны огня 19 октября 2020 года. Приходится понять, в реальности, что же случилось 19-20 октября, почему не удалось добиться превращения огня. Вы знаете, мне кажется, что упомянутая вами заседание комитета армянского парламента связано с продолжением таких внутренних, внутриполитических процессов в самой Армении. я не уверена, что мы должны комментировать вот эти внутренние дебаты, но при этом конечно и детали конфиденциальных переговоров на высшем уровне тоже не моя компетенция. Это просто не в наших традициях и не в наших функциональных обязанностях. Но при этом я обращу ваше внимание на то, что какими бы внутриполитические дебаты не были жаркими, есть истина, потому что она подкреплена фактами. Вот именно Россия смогла добиться прекращения огня в Нагорном Карабахе осенью 2020 года и восстановить мир в регионе. И это зафиксировано на бумаге, это зафиксировано в заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении. Ну как же можно считать по-другому? Ведь это заявления принимались по итогам их выработки всеми тремя сторонами? Или что? Или кто-то хочет отозвать свою подпись под тем, что было согласовано тогда? Я не думаю. Поэтому, опять же, оставляя за скобками, мы всякое слышали во внутренней повестке различных стран по различным поводам, мы все-таки исходим из позиции официально озвученной от лица государства руководством той или иной суверенной страны и на это ориентируемся. Но в целом, мне кажется, нужно было бы сконцентрироваться не на поиске виновных в тех событиях, но, по крайней мере, оставить этот вопрос историкам. Нужно сконцентрироваться на реализации комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне в период с 2020 по 2022 года. Они являются фундаментальными, безальтернативными, потому что фундаментальными дорожными карты для процесса армяно-азербайджанской нормализации. Спасибо большое, Мария. Так, спасибо вам. Идем дальше. Тверская, 13. Здравствуйте, Дима Роман. У нас сегодня один вопрос. Частично вы уже затронули его. Я думала, извините, учитывая, что вы московское издание, я думала, во-первых, у вас сегодня праздник, учитывая, так сказать, день рождения мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина и апеллируя к вам через ваше издание позвольте присоединиться к многочисленным поздравлениям и высказать слова благодарности за то, что мы живем, честно, от души скажу, мне кажется, в лучшем городе на земле, который сочетает традиции, который сочетает новаторства, которым руководят этим городом люди, которые его искренне любят по-настоящему. поэтому позвольте присоединиться еще раз ко всем поздравлениям и сказать это от чистого сердца и самое главное, куда бы мы ни приезжали, ну просто как в песне, с кем бы мы ни разговаривали, какие бы у нас ни были политические дебаты или даже разногласия, но все сходятся в одном, что, конечно, Москва потрясающий город, столица, которая сияет, сверкает и показывает, мне кажется, прекрасный пример того, как можно сочетать традиции новаторства, историю и современность, уважать все, что было сделано, накоплено и при этом идти в будущее. Полностью с вами согласна. Наш вопрос касается Молдовы. Ситуация в Молдове и выбора внешнеполитического курса напоминает, как развивалась нынешняя политика киевского режима. Получается, что Запад готовит следующую страну к развалу, где будет проводить 15 население, меняя самобытность нации, включая лишение языка, истории. Заявленная евроинтеграция страны полностью лишает демократии в отношении партии, мнение, не согласное с действующим режимом Сангин. Вы знаете, я уже сегодня достаточно прокомментировала ситуацию в Молдове и там даже не столько ситуация внутри Молдавии провоцируемая бесконечно людьми, которых Запад инкорпорировал в молдавское общество, при этом эти люди проводят интересы не народа Молдавии или государства, а просто те внешние интересы, которые им делегированы, опять же, Западом. Побрание принципов демократии, опять же, в угоду коллективному Западу, а по сути это действительно изничтожение демократических принципов, попытки сведения счетов с политическими оппонентами, искоренение знакомыслия, проявление неуважения к собственным гражданам, вот это вот просто визитная карточка нынешних руководителей. Вы мне вряд ли приведете в пример какой-нибудь исторический период, дату, факт, который бы даже отчасти напоминал то безумие, которое сейчас творится в связи с действиями правительства Санду. Я долго пыталась увидеть и найти какие-либо аналогии с переименованием языка, мне кажется, их просто нет. Всякое было, и запреты языков были, и квотирование языков были, но так, чтобы собственный язык, собственный, родной, гордый своей страны, язык, на котором немало создано произведений, чтобы собственный язык в угоду чужакам, людям, которые не относятся к этому государству, переименовать, я такого не помню. Может быть... Можно готовить просто к тому, что это будет Румыния, а это даже сомнений никаких нет, конечно, только вы понимаете, это же, опять же, два государства, пять государств, 30 государств могут объединяться, видоизменяться, по собственному желанию, как угодно. Есть только пару маленьких важных вещей. Во-первых, это должно делаться с опорой на мнение народа, своего же, а ведь народ никто не спрашивает. Вот посмотрите, Санду приходила с рассказом о том, что она ориентируется на лучшие практики западных демократий. Ну, вот именно на это, и именно это она хочет внедрить. Вот я прошу прощения, например, в Швейцарии, чтобы забор перекрасить на какой-нибудь главной улице страны, проводят референдум. Вот как парковать машины, как вести городское хозяйство. По каждому вопросу в Швейцарии проводят референдумы. Здесь вопрос, который касается всей страны, который связан с ее культурной идентичностью и самобытностью. Он решается несколькими людьми за население, и население никто не спрашивает. Соответственно, еще раз повторяю, что любое объединение, наверное, возможно, но первое, вообще-то надо спрашивать людей и спрашивать их по-настоящему. Не просто, знаете, опираясь на очень важные и нужные социологические исследования, но только на них. Нет, нужно опираться на легализованное в правовом поле мнение населения. Как правило, называется референдумом. Либо какой-то вид, так сказать, народного волеизъявления. Еще раз, установленного. Второй момент. Я, правда, никогда не знала и не знаю, чтобы законные, легальные объединения, соединения или воссоединения шли не на равноправной основе. Это же должно быть равноправное, то есть с адекватным выражением уважения к народам двух или там более стран некое интеграционное начало, некий интеграционный процесс. Вы можете представить, что, допустим, какая-нибудь страна, вступавшая в Европейский Союз последние десятилетия, растворялась бы в Европейском Союзе, переименовывая свой язык, переиначивая свою культурную самомусль. Я такого не знаю. наоборот, наоборот, все, что находится внутри Европейского Союза, да и на пространстве ОБСЕ, только лишь подчеркивает права всех видов меньшинств, даже те, которые не могут повлиять на изменения политических каких-то основополагающих вещей, но им дается право для отстаивания собственной самобытости или вообще собственных взглядов, неважно, в чем, в чем историческом контексте, в современном, в политическом и так далее. То есть здесь очевидно как минимум два условия должны быть соблюдены, но то, что этот процесс набирает обороты, даже нет никаких сомнений. Поэтому мы это все сейчас наблюдаем в Молдавии. Вот просто несколько примеров свежих. Руководство Молдавии не снижает и без того зашкаливающий градус антироссийской риторики. 19 июня, в частности, президент страны Санду в интервью программе немецкого телевидения снова заявила о некой российской пропаганде о агентах Кремля. Я не знаю, кто эти люди. Я узнаю, что там есть агенты Румынии в руководстве Молдавии, а про агентов Кремля и российской пропаганды я не знаю, тем более, какая российская пропаганда, там все уже заблокировано из средств массовой информации. 13 июня в городе Санжирей в присутствии молдавских официальных лиц открыт монумент, как они написали, жертвам тоталитарного коммунистического оккупационного режима. Я прошу прощения, там вообще была состоящая из граждан и жителей Молдавии социальные группы, общность, государственные институты, это же были местные жители, из репертуара государственного русского драматического театра имени Чехова в Кишиневе почти полностью исключена русская классика. Если театр Чехова, логично, что русская классика ставилась бы, но теперь ее нет. Сам театр хотят переименовать в национальный драмтеатр. На этом фоне Кишиневский театр имени Еменевскую демонстрирует постановку «Дела Сибири». Это постановка об истреблении, как заявлено, бессарабского населения в период советской оккупации. Нормально вообще? Вот где те люди, которые знают историю, которые знают о том, как жители Молдавии вместе с всем Советским Союзом обороняли свою территорию от фашистско-нацистских войск? Где эти люди? Почему они сейчас не являются теми, кто формирует эту информационную повестку в Молдавии? Ответ простой. Заблокировано любое инакомыслие, причем это же не инакомыслие, это же фактология знаний истории. Мы уже видели то же самое на Украине. К чему это привело, хорошо известно. Понимают ли жители Молдавии, к чему их готовят? Да, понимают, потому что мы это видим каждый день. нет у меня никакой надежды на то, что власти Молдавии наконец-то осознают, куда заведет республику их политика, потому что они следуют советам и заветам западных товарищей. В это я не верю, что они могут одуматься. Другое дело, что иногда такое понимание приходит быстро в связи с кризисными явлениями, да, такое бывает, вот это скорее всего наиболее реалистичный путь, потому что нельзя высокомерно пренебрегать мнением своих граждан и нельзя заниматься раскручиванием ненависти к одной из национальностей, нельзя реинкарнировать дух национализма, потому что все это раскалывает общество, в данном случае молдавское, и генерирует военно-политическую напряженность в регионе. Идем дальше, с нами ли ура.ру Здравствуйте, Мария Владимировна, Артем Александров, ура.ру, я бы хотел сначала прокомментировать ваше высказывание про Москву, самый лучший город, это, конечно, Санкт-Петербург мой родной, из которого вы, кстати, недавно вернулись. Вы хотите поспорить? Нет, я просто не мог это не заметить. Мне кажется, в этом и смысл, чтобы мы друг друга поддерживали в нашей любви к определенным географическим точкам. Любить-то можно много городов, но правда, вы должны отметить, это невозможно не замечать, то, какой стала Москва и какой опыт она готова предоставить всем остальным. Понимаете, это не вопрос нашего с вами, так сказать, ну, не знаю, личного отношения к каким-то местам, это вопрос того, что есть объективная реальность. Я не хочу спорить, я уважаю мнение всех, но правда, но это, ведь, когда мы говорим и даем характеристики к каким-то местам, это же определенный набор критериев. Кстати говоря, это город, который, когда это было, года полтора, нет, больше, наверное, года два с половиной, как раз закончился первый год пандемии, да, это был, по-моему, первый год пандемии, который подходил к завершению, примерно так, получил высочайшую оценку именно по линии Организации Объединенных Наций, которая проводит подобные рейтинги, понимаете, то есть здесь не только мое личное отношение, здесь еще и фактура. Хорошо, я дипломатично соглашусь с вами, к вопросу, у меня их два сегодня, касается первой визита президента Турции, недавней, к Баку, и встречи его с президентом Азербайджана, во время этого визита президент Турции заявил, что Турция готова открыть генгольдство в Шуша, соответственно, не носит ли это заявление само по себе и тем более возможно будущее открытие генгольдства потенциальную угрозу для российских миротворцев в регионе и для мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном, которые идут при сотрудничестве России. Вы знаете, вопрос открытия консульских учреждений, где бы то ни было, и в частности, в США остается темой двусторонних связей, опять же, в данном случае между Баку и Анкарой, но и в других случаях это все-таки компетенция двух суверенных государств. При этом мы понимаем чувствительность данного вопроса для Еревана, безусловно, в наших контактах с партнерами, систематически ориентируемых на необходимость учета интересов друг друга и важность последовательного продолжения процесса нормализации как армяно-азербайджанских, так и армяно-турецких отношений. Спасибо большое. Мой второй вопрос. Он посвящен визиту Сергея Лаврова, точнее, вступление во время визита в Беларуси на встречу министров иностранных дел государств, членов ОДКБ. Во время общения с журналистами он заявил, что Запад пытается внести раскол между членами ОДКБ. Можете ли вы какие-нибудь конкретные примеры привести таких попыток раскола? Вы имеете в виду именно в контексте ОДКБ или вообще в принципе? Я полагаю, что министр имел в виду именно в контексте ОДКБ, так что да. Ну, то есть вас это интересно. Я поняла. Дело в том, что по мере того, как набирает обороты ОДКБ, он действительно становится еще больше, еще более становится раздражителем для Запада. Я приведу вам примеры из не только нынешнего периода, но в принципе мы же видим с каким трудом просто не из-за естественных причин, а именно из-за создаваемых проблем шло взаимодействие ОДКБ с другими международными структурами и организациями. Абсолютно нормальное дело для международных межправительственных организаций давать статус или вести соответствующий диалог с различными организациями в мире, региональными, разными, по разным правилам. Но в данном случае все время это, в общем, как-то было сопряжено с какой-то такой непростой историей. То есть это не происходило так же автоматически, как это происходит, например, с объединениями западных стран. Ну, очевидно, там же кто-то руку прикладывал к этому. Мало того, на Западе, собственно говоря, и не скрывают своих устремлений по ослаблению ОДКБ. За отказ от сотрудничества с Россией обещаются дополнительные преференции, предоставление альтернативного, как они говорят, зонтика безопасности, наращивание военно-технического содействия или задействуют даже тактика угроз. По-разному все это бывает. Это проходит в том числе и в связи с такой массированной информационно-политической работой на территории стран. То есть это же не просто взаимодействие с государством, как с единицей. это информационная работа, распространение дезинформирующих материалов про ОДКБ, это публикация или размещение в интернет-пространстве фейков или недостоверной информации какого-то оскорбительного характера, ну и многое-многое другое. И это, я думаю, что вы сами можете это увидеть предостаточно. За отказ, да, но это я уже сказала о том, что просто впрямую ставятся условия, да, или даже не условия, а делаются предложения, которые именно нацелены на какое-то очернение организации снаружи, изнутри, по-разному. Я имею в виду, делается предложение для того, чтобы такая работа велась во внешнем периметре, ну, огромное количество материалов такого порочащего характера, при этом не имеющих никакой основы, публикуются вот даже в наших средствах массовой информации нашего региона, я сейчас имею в виду регион ОДКБ. И, кстати говоря, и сама организация об этом говорит тоже. И в ходе министерской встречи министр иностранного дела России Сергей Иванович Лавров как раз и говорит с коллегами о том, что предложение западников по расширению взаимодействия в военной сфере следует к этим предложениям относиться крайне критически, потому что двойное дно такого сотрудничества очевидно, это в том числе доступ к национальным базам данных, каналам обмена чувствительной информации между партнерами по ОДКБ. Разумеется, никогда не ставили, не будем ставить под сомнение суверенное право наших ближайших друзей и союзников на развитие отношений с разными международными субъектами, однако видим своим долгом предостеречь партнеров с учетом рисков для нашего общего пространства безопасности. И я просто хочу обратить внимание, что ОДКБ действует как раз в противоположном направлении, не расшатывает другие структуры, а предлагает объединительную повестку для своих стран-членов. И в противовес деструктивным попыткам расколоть ОДКБ итоги состоявшегося Совета министров иностранных дел, они как раз, по-моему, подтвердили общую заинтересованность укреплять союзнические связи и единства в рамках организации, а также наращивать потенциал по реагированию на широкий спектр современных угроз. Спасибо, я только хотел уточнить, конкретнее привести примеры... А я вам привела конкретные примеры. Вы же меня спрашиваете с точки зрения покажите конкретно пальцем на название или имя. Вы это хотите? А я вам говорю о том, что это существует в различных сферах. Это и в том числе то информационное поле, которое находится внутри стран. Посмотрите, если вы хотите, я вам могу подборку примеров дать, какие статьи появляются, какие политологические так называемые измышления имеются, а за этими политологами, как правило, стоят либо гранты, либо другая поддержка со стороны Запада. И они продвигают мысли относительно... Ну, там разное есть от недеспособности до ненужности, неэффективности, ну и так далее, так далее, этой структуры. Это же не просто собственный анализ, всякое может быть, но как раз если бы люди опирались на собственный анализ, то даже последние годы действия ОДКБ, ее активных шагов говорило о том, что она имеет конкретные результаты в своей работе. то есть это невозможно не заметить. Но те, кто это не замечает, не замечает, видимо, с подачи определенных сил, ну потому что так не бывает. Эти там мемы, которые вбрасываются, это инфографика несоответствующая действительности, которая публикуется, это же не имеет тоже национальной границы, это же находится в инфополе, так сказать, общем, языки разные, и все это массировано производит это в первую очередь, производится это все силами внутри НАТОвских структур, либо штатов, которые размещают в НАТО заказ на подобного рода деятельность, либо просто руками американских дипломатов, размещенных в той или иной стране. Спасибо. Так, идем дальше, с нами Лия Голос Отечества. Здравствуйте, Мария Владимировна. Вот вы знаете, я все-таки хочу вернуться к теме Москвы, вот, вы знаете, можно, пожалуйста, вернуть УРА.РУ, если позволите, предыдущего. Я тут не ухожу. Вот вы знаете, ну правда, никогда этого не делал, но вот позвольте, я все-таки как-то вам, не то чтобы замечание сделал, но просто такое сравнение проведу. Вы знаете, когда вы приходите кому-то на праздник, на день рождения, вы же слышите, огромное количество приятных вещей, которые говорят, да, в адрес хозяина. Вы же никогда не встаете, не говорите, вы знаете, а у нас-то все-таки получше. Ну праздник, и в праздник принято говорить, а это тот самый праздник, когда действительно это хочется говорить от души и от самого сердца, понимаете, это действительно то, что составляет гордость москвичей, и мне кажется, не только москвичей, я смотрю на реакцию людей, жителей нашей страны и граждан, и людей, которые имеют вид на жительство, и кто здесь работает, и студентов, и на странах, они все с огромной теплотой и с огромной благодарностью относятся к городу и всем тем, кто делает его таким, каким мы его сейчас видим. Поэтому уж не обессудьте. Я с вами соглашусь даже не дипломатично, а просто. Спасибо. Идем дальше. Голос Отечества. Здравствуйте, Мария Владимировна. Вот у нас есть три вопроса сегодня. Первый вопрос. На Петербургском экономическом форуме вы обсуждали тему цифрового суверенитета и говорили о необходимости наполнить смыслами происходящую фундаментальную трансформацию. Сказали, что мы должны понимать куда идем. А ведь это же вопрос идеологии, а у нас в Конституции в статье 13.2 установлен запрет государственной идеологии. Не вижу никакого противоречия. Никакого противоречия не вижу. Я правда считаю, что я не знаю во всех ли случаях, не во всех ли случаях, по-разному, но я считаю, что идеология это одно, а целеполагание это другое. Это не значит, что эти вещи не могут объединяться, или они должны противоречить друг другу, или они находятся в параллельных вселенных, ничего подобного. Но мы говорили, я вот в частности, вы цитируете мое выступление, я говорила именно о целеполагании, потому что идеология намного шире. Это и средства, это и философия, это, так сказать, ну многое. это приверженность только определенному, вот определенному способу видения, ну условно говоря, мира с политической или экономической точки зрения. Здесь же речь идет о конечном результате, речь идет о той цели и тех задачах, которые мы себе определяем и ставим. Просто для определения эффективности процесса. ну вообще-то у любого процесса должна быть точка, к которой он должен прийти, да, или по крайней мере стремиться на каких-то отрезках. То есть это вообще не обсуждается, да, но очень важно, и мы как раз в этом контексте об этом говорили, об оценках эффективности, что эффективность и темпы, и эффективность, и, не знаю, так сказать, результаты можно оценивать, когда ты понимаешь цели и задачи, они четко сформулированы, и тогда, естественно, эта оценка будет объективной. А идеология это все-таки, мне кажется, намного шире и намного сложнее понятие. А можно ли из этого сделать вывод, что в ближайшее время готовится конституционная реформа по отмене запрета государственной идеологии? Вы знаете, это точно не ко мне, мы занимаемся все-таки внешней политикой и цифровой суверенитет, а мы обсуждали его в контексте цифровой диктатуры, которую мы сейчас видим на Западе. Он как раз рассматривался вот в этом, так сказать, сегменте. То, что вы формулируете и ваш вопрос, он должен быть адресован все-таки тем, кто занимается внутренней политикой. Наверное, конечно, и нашей законодательной власти, так или иначе, всем тем, кто фокусируется на внутриполитическом строительстве. Ну вот, к международной тогда повестке перейдем. Вот, когда Россия запустит процедуру расторжения двустороннего договора с Украиной о ее суверенитете? Вы знаете, дело в том, что запуску процедуры расторжения двустороннего договора с Украиной о ее суверенитете мешает отсутствие такого договора. Дело в том, что в статье 1 договор об основах отношений между РССР и УССР, а он был подписан 19 ноября 1990 года, две республики признали друг друга, цитируя, суверенными государствами. Там так и записано. Договор 1990 года заменен договором о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 года, непосредственно статья 39. Он донансирован Украиной и прекратил свое действие 1 апреля 2019 года. А вот если, допустим, США, вот они понимают только язык грубой силы, может ли МИД предложить задействовать механизмы стратегического ядерного сдерживания, чтобы создать сопоставимые угрозы непосредственно самим Соединенным Штатам Америки, чтобы те, в свою очередь, отказались от попыток победить Россию на поле боя и прекратили поставки вооружений и наемников на территорию Украины? Я предлагаю вам заглянуть в наши доктринальные документы и в соответствии с российскими как раз доктринальными документами вот эти самые комплексы мероприятий по осуществлению стратегического ядерного сдерживания они реализуются непрерывно в них также заложен принцип оборонительного ядерного сдерживания согласно которому применение ядерного оружия возможно только при наступлении определенных условий и данные условия хорошо известны Вашингтону они неоднократно нами излагались и комментировались подробнейшим образом в частности по линии Министерства иностранных дел этому особое внимание в силу функциональных обязанностей уделяет заместитель министра иностранных дел России Сергей Сергей Шеребков предлагаю вам просто углубиться в его интервью и комментарии там подробнейшим образом все рассказано я кратко остановлюсь на этом вопросе в контексте прозвучавшего вопроса хотел бы акцентировать на следующем небольшая наибольшая опасность заключается в том что в рамках агрессивного курса США и НАТО на нанесение как они это формулируют России стратегического поражения в спровоцированном имидже украинском конфликте они продолжают повышать ставки и все глубже втягиваются в военную конфронтацию очевидно что подобная линия которую мы квалифицируем как безрассудную способна привести к прямому вооруженному столкновению ядерных держав думаю нет нужды в очередной раз прояснять существо возникающих в связи с этим стратегических рисков и потенциально катастрофический характер дальнейшего развития событий по наихудшему сценарию отдавая себе отчет в серьезности ситуации неустанно последовательно направляем западным странам отрезвляющие сигналы однако проблема в том что запад он просто одержим антироссийской истерией и наверное поглощен тотальной гибридной войной против нашей страны так вот он не проявляет готовности адекватно воспринимать нашу позицию таким образом вся полнота ответственности с дальнейшей деградацией обстановки лежит на западных столицах со своей стороны можем лишь вновь твердо заявить что Россия полна решимости отстаивать свои интересы безопасности и не рекомендовали бы западу в этом сомневаться спасибо большое так с нами ли радио сага так если не с нами тогда я хотел бы да 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 здрасте 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 хотели бы узнать в отношении есть сведения о том что пришли угрозы к африканским лидерам которые участвовали в Петербургском форуме и что это не первый раз и это как бы имеется такая практика на западе и в этом свете также история с делегацией южноафриканского президента которая была приостановлена в польском меропорту в целые сутки и не смогла выполнять свою мирную миссию вы могли комментировать что известно российскому МИДу вы знаете это же не первый случай когда мы видим вот такое отношение с позиции некого доминирующего так сказать явления со стороны Соединенных Штатов Америки Запада и так далее мы приводили много примеров того как даже по резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН Генеральная Ассамблея не Совета Безопасности генеральная которая имеет рекомендательный характер они привлекали просто к прямому шантажу непосредственно тех кто голосовал то есть понимаете не использовали имеющийся пусть даже с какими-то элементами запугивания инструменты взаимодействия со странами да а когда они непосредственно угрожали тем кто осуществлял голосование на месте мы этих примеров приводили немало мы всегда в первую очередь полагались на политико-дипломатический метод включая переговоры как вы понимаете как способ урегулирования имеющихся разногласий противоречий у нас богатые дипломатические традиции у нас и трагический опыт ведения оборонительных войн на собственной территории многонациональный российский народ не стремится к конфронтации но при этом мы понимаем что мы должны обеспечивать свою безопасность учитывая опять же этот исторический опыт на внешнеполитическом направлении мы добросовестно придерживаемся взятых на себя обязательств и в русле этой логики мы стремимся выстраивать свои отношения со всеми партнерами на основе добрососедства опять же взаимного уважения то есть тех базовых принципов которые заложены в уставе организации объединенных наций мы устраиваем именно такие отношения и такие контакты по линии ОДКБ ШОС ЕАЭС СНГ БРИКС с коллегами из Евразии Африки стран Ближнего Востока Латинской Америки в дипломатической работе российские представители не прибегают к методам шантажа иным формам давления политического экономического психологического кстати говоря для достижения своей цели просто потому что если даже и благодаря этому запад достигает сиюминутных результатов то в конечном итоге это оборачивается в том числе и против них мы ведем собеседниками диалог честный открытый мы используем аргументы основанные на фактах предоставляем возможность свободно определиться с отношением наших партнеров ко всему происходящему вот здесь ключевое слово свободно мы столько слышим от запада слова про свободу ну это же основополагающий принцип что когда видим их дела в реальности создается просто полное ощущение несовпадения заявленных подходов с реализуемыми на деле мы действительно исходим из принципа свободы в наших отношениях с нашими партнерами с теми с кем у нас союзнические отношения или дружеские добрососедские ну или просто мы ведем наши дела международных отношениях вот именно принцип свободы и вы знаете этот подход не просто встречает полное понимание но во многом он и является тем важнейшим элементом поиска точек соприкосновения когда ситуация вроде даже к этому не располагает нередко приходится слышать от собеседников из стран глобального юга о том что например американцы как раз в противовес нам практикуют методы того что они называют дипломатией принуждения кстати у него есть и английский английский термин у этого выражения на русском языке оно пришло из английского они просто пускают в полных по полной угрозы угрозы санкций другие меры воздействия и даже наказания причем не только в отношении самих переговорщиков но и членов их семей даже бывает и такое ну например один из способов давления если у людей есть недвижимость на западе или родственники живут в каких-то странах западного мира дети где-то учатся вот об этом говорил неоднократно Сергей Вячеславров российский министр иностранных дел рассказывая о том как ему его же коллеги и партнеры об этом честно говорили в ходе переговоров что они вот такое видят со стороны запада к ним отношения опять же скажу что многое из голосования последних лет в генеральной ассамблеи ООН было основано именно на таком принципе принуждения вот опять же Сергей Лавров говорил о том примере из своей практики в таком случае когда коллега из развивающейся страны пожаловался на оказываемое на его столицу давление США в пользу отказа от взаимодействия с Москвой глава российского внешнеполитического ведомства спросил что американцы предлагают замены ответ был просто удивительным они обещают не вводить санкции то есть не то что бонус какой-то а просто обещают не делать хуже ну вот вам собственно говоря и ответ на вопрос что находится внутри движущих ими мыслей или идеологем стратагем кому это нравится да никому это не нравится просто кто-то готов и может сопротивляться а кто-то нет к сожалению поэтому пусть они сами разбираются своими подходами у нас другой подход я уверена что так или иначе они в очередной раз как это бывало и ранее станут жертвами своего же курса да речь идет и о утрате искусства дипломатии неспособности к профессиональному диалогу болезненное ощущение исключительности собственной какая-то гордыня непомерная навязывание всем без исключения такой искаженной картины мира использование нечистоплодных методов борьбы с Россией просто финансирование так сказать нелегитимных способов вот этой самой международной игры продолжается грубое вторжение натоцентричных стран во внутренние дела других государств это абсолютно болезненная ситуация которая вредит всем нам абсолютно точно достоверно известно что кураторы США Британия Евросоюза обрабатывали чиновников и представителей бизнеса из других стран чтобы они отказались от участия в питерском международном экономическом форуме я об этом уже говорила направлялись письма проводились переговоры использовались методы шантажа и угроз вплоть кстати говоря такого манипулятивного воздействия осуществлялись американцами целенаправленные поездки в конструктивно настроенные в отношении России государства для разрушения ранее достигнутых договоренностей когда говорилось мы знаем о том что вы заключили с Россией такие и такие соглашения вы должны их расторгнуть а что будет взамен а мы не будем делать вам хуже чем вообще сейчас вот такая логика так что все эти материалы все эти приемы они известны и доказательств и фактов у нас огромное количество но еще раз подчеркну я думаю что они сами станут жертвами подобного менталитета подобного подхода как это бывало неоднократно но у нас позиция совершенно иная спасибо так все ли или нет если все тогда идем дальше с нами журнал соотечественников вместе да добрый день Мария Владимировна в выступлении позавчера Сергея Лаврова на комиссии Генсовета Единой России по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников было обращено внимание на три важных для нас положения первое приоритет в обеспечении интересов граждан России соотечественников за рубежом второе создание клуба друзей России и третье использовать возможности международного движения русофилов можете ли вы как-то прокомментировать или дать более подробную информацию по этим пунктам ну конечно могу дело в том что ситуация с обострением геополитической обстановки очевидно и русский мир как воплощение единства всех кто духовно исторически культурно связан с нашей страной и с нашей культурой разделяет образующие ее традиционные ценности неизбежно оказывается под прицелом и организации наших соотечественников во многих странах мира активисты обычные граждане сталкиваются с беспрецедентным давлением нападками да просто угрозами иногда эти угрозы даже воплощаются в этих условиях сплочение российского зарубежья стало ну в общем можно сказать даже миссией причем она идет изначально этот посыл идет от соотечественников которые обращаются с просьбами их поддержать миллионы соотечественников образуют одну из самых многочисленных диаспор в мире она является неотъемлемой частью нашего гражданского общества хотя и проживает за рубежом мы продолжаем помогать соотечественникам которые занимаются общественной деятельностью тянутся друг к другу вместе поддерживают русский язык наши традиции отмечают общие праздники сегодня министерство иностранных дел России наши загранучреждения правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом и Россотрудничество уделяют большое внимание жизнеспособности общественных объединений диаспоры на которые ориентируется подавляющее большинство наших сограждан за рубежом структуры эти вносят значительный вклад в поддержание российского исторического культурно-гуманитарного наследия продвижения русского языка отражение так сказать современных даже я бы сказала так отражение их чаяний в той деятельности которой они занимаются защита детей и молодежи от присутствующей в ряде стран деградации в духовно-нравственной сфере прежде всего это касается защиты института семьи детства материнства текущая работа с диаспорами адаптирована к нынешней внешнеполитической ситуации это касается прежде всего правозащитных вопросов моральной поддержки общественных объединений оказанием помощи в сохранении общероссийской культурной идентичности информационно-разъяснительной работы проведение при нашем содействии многочисленных акций и мероприятий и в целом наши комплексные шаги способствуют мне кажется сплочению общины вокруг идеалов русского мира а что касается прошедшего и прошедшего с успехом 14 марта в Москве учредительного съезда международного движения русофилов как вы помните он объединил 87 иностранных делегатов из 42 стран мира то он показал предметную серьезную заинтересованность со стороны мировой общественности к выражению активной позиции по налаживанию международного сотрудничества и в деле продвижения и сохранения российского культурного наследия в противовес агрессивной русофобной политике которая развязана с западом представители движения настроены на регулярное проведение различных мероприятий гуманитарного характера предоставляя как заинтересованным гражданам иностранных государств так и россиянам которые проживают за рубежом возможность открыто выступать в защиту российского культурного присутствия на международной арене и 29 апреля как вы помните в режиме онлайн состоялась глобальная конференция по многополярности в которой приняли участие более 100 участников из различных стран страны расположены на пяти континентах предполагается дальнейшее развитие диалога по этой теме в различных форматах сортовала работа по подготовке второго съезда русофилов международного движения русофилов пройдет это мероприятие в начале следующего года кроме того представители движения готовы оказывать поддержку разноплановым инициативам мероприятия популяризации российской науки культуры образования сохранению памятников которые связаны с Россией инициаторы движения международного движения русофилов планируют максимально задействовать свой потенциал для формирования заметного международного движения который выступает за уважение и равноправный диалог допущение российской риторики и конечно одна из их задач это противостояние русофобии во всех ее проявлениях ну и конечно их личная миссия я со многими из них говорила это распространение объективной информации о России инициатива созданная широкой международной общественностью еще одна из этих инициатив это не единственная но вот еще одна это клуб друзей Россия выдвинута она была всероссийской политической партии единая Россия которая рассматривает расширение гуманитарных контактов и укрепление атмосферы доверия между народами в качестве важной составляющей партийной дипломатии речь идет о неформальном объединении которое будет включать соответствующую цифровую платформу имеется ввиду что онлайн формат дополнится очными встречами обменами делегациями культурно-просветительскими и другими мероприятиями к участию в проекте намечено привлекать желающих сохранять углублять связи с русским миром это и авторитетные политики и парламентарии и дипломаты религиозные и общественные деятели представители деловых научных кругов лидеров и активистов молодежных движений в том числе из недружественных государств потому что мы отделяем политику режимов и политику так сказать русофобского может быть и высшего руководства определенных стран от политики людей которые нацелены на развитие контактов и связей с нашей страной и делают это либо традиционно либо просто в качестве личного протеста против того ужасного именно что российского националистического куража в котором находятся их лидеры в их странах главное чтобы все участники были настроены на взаимоуважительный равноправный продуктивный диалог ну вот это собственно говоря и есть цель члены бюро вышел сайта единой россии сенатор климов провел презентацию проекта клуб друзей россии в рамках санкт-петербургского международного экономического форума также в Калининграде на полях шестого заседания комиссии генерального совета партии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом ну и следующее мероприятие по продвижению этой инициативы планируется 23 июня в Минске во взаимодействии с белорусской партией Белая Русь если у вас нет больше вопросов я позволю себе на этом завершить брифинг и прощаться до следующего раза всего вам хорошего благополучия спасибо спасибо